Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 21 августа, по празднству Преображения Господня, Православная Церковь совершает память святителя Мирона Чудотворца Епископа Критского, Святой Мирон родился на острове Крите, здесь же был и воспитан. Он женился в довольно ранней молодости, главным занятием его было земледелие, причем от пота лица своего. Святой Мирон ел хлеб не только сам, но и кормил других, подавая от своих урожаев убогим. Господь благословлял за это труды святого Мирона. Размером подаяний соответствовала величина урожаев. Святой Мирон был милостив более всех людей, обитавших в той земле. Однажды он застал на своем гумне воров, когда они уже до того наполнили мешки житом, что не могли поднять их. Святой Мирон, вместо того, чтобы подвергнуть их телесному или какому-нибудь иному наказанию, подошел к ним и своими руками пособил поднять мешки на плечи. При этом он строго запретил ворам рассказывать о его поступке. За свою добродетельную жизнь святой Мирон был сделан пресвитером. В этом сане он ревностно поучал своих посомых в святой жизни христианской, а во время гонения со стороны нечестивого царя Декия горячо убеждал их твердо переносить страдания. Когда с погибелью Декия окончилось гонение, святой Мирон был возведен на престол епископа. Будучи епископом, он установил памятование святых мучеников, пострадавших во время гонения за Христа, а также силою Божией сотворил много чудес и других дивных дел. Так, между прочим, святой Мирон остановил течение реки. Во время наводнения одному знатному мужу по имени Тритон нужно было перейти реку. Святой епископ остановил ее течение, пока помянутый муж, перейдя реку, снова не возвратился обратно. Тогда святой Мирон послал свой посох с приказанием опять продолжать реке свое обычное течение. Когда посланцы святого Мирона достигли реки и, возмутив жезлом святителя в ней воду, повторили его повеление, река с чрезвычайной быстротою и стремительностью протекла по руслу в прежнем направлении. Много чудес по своему величию, подобных сейчас описанному, сотворил святой угодник Божий. Святой Мирон отошел ко Господу уже столетним старцем, всю жизнь посвятив Богу путем исполнения его святых заповедей. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, исповедника Эмилиана, епископа Кизического, преподобного Григория иконописца Печерского в ближних пещерах. Празднуется перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, а также второе перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, мучеников Елеферия и Леонида, преподобного Григория Цинаита, преподобно-мученика Иосифа Баранова и Ромонаха, священномучеников Николая Прозорова и Сергия Тихомирова Пресвитеров, священномученика Николая Шумкова Пресвитера, священномученика Никодима Кроткова, архиепископа Костромского. Совершается празднование иконе Божией Матери Толгска. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!